Здравствуйте всем с вами Стокер и это очередной выпуск новостей компьютерных технологий. Я вам подобрал парочку интересных новостей за прошлый месяц. Давайте сейчас посмотрим. Обновленный Samsung Galaxy Fold успешно прошел тесты и готов к запуску. Электромобиль с уникальным приводом может разворачиваться на месте. Google получил многомиллионный штраф из-за шлешки за детьми. Samsung представил сверхмощные быстрые модули оперативной памяти для смартфонов. Samsung сделала первый шаг, разослав ранее образцы Galaxy Fold экспертам, блогерам и представителям прессы. Те обнаружили ряд проблем, из-за которых дату релиза сгибающих смартфонов пришлось сдвинуть на неопределенный срок. Как сообщает корейский источник, Samsung доработала сгибающий смартфон и выслала новую партию гаджетов техническим специалистам Саульского национального университета и собственного исследовательского центра КАИСТ. Для углубленного тестирования исследователи сообщили, что Galaxy Fold с обновленной конструкцией шарнира полностью избавилась от былых недоработок и готов к полноценному запуску. Правда, пока неизвестно, когда именно он случится. Угловой модуль под названием Protean 360 Plus представляет собой комбинацию автономным универсальным транспортом, пневматической подвески и рулевого привода. Каждый мотор колеса мощностью 107 лошадиных сил обеспечивает максимальный крутящий момент 1150. Технология позволяет поворачивать колеса под углом 360 градусов. Можно без труда выполнить параллельную парковку при минимальном расстоянии между соседними автомобилями. В перспективе компания планирует новыми приводами общественный транспорт, включая беспилотные автобусы. Дата начала коммерческих поставок, Protean 360 Plus, не объявлена. Последнее время правительство многих стран уделяет немало внимания конфиденциальности пользователей в сети. Практически всех тематических законов сводится к тому, что человек должен знать о том, что сервис использует те или иные личные данные, имеет возможность запретить отслеживать. Из-за подобной неясности в работе, видеохостинга YouTube, отношении детей Google, ждет внутрешний штраф. Обменяют корпорацию в том, что YouTube незаконно отслеживал действия пользователей в возрасте 13 лет и вводил на него основной тартингинг, то есть детская конфиденциальность попросту не регулировалась разработчиками сервиса. По мнению правительства США, Google не смогла должным образом защитить несовершеннолетних, а ее сервис активно собирал пользовательскую информацию, что является прямым нарушением закона. О защите конфиденциальности детей в интернете. Ясно, что Google грозит многомиллионный штраф, но точную сумму огласят после решения Министерства юстиции США. Компания Samsung объявила о старте массового производства чипов оперативной памяти. LPDDR5 для смартфонов. Новые модули объемом 12 ГБ. Отличаются высокой скоростью передачи данных в оптимизированных для работы в основе новейших флагманских устройствах различных производителей. Новые чипы изготавливаются по 10-мм техпроцессу. Скорость течения данных составляет 5500 МБ в секунду. В один и три раза быстрее. Модулей LPDDR4X. По заявлению вендора, за секунду такой модуль способен передать 44 ГБ данных, что эквивалентно 12 фильмов. Разрешение Full HD. Энергопотребление памяти по сравнению с предыдущим стандартом составляет на 30%. Ожидается, что новые чипы увеличат эффективность работы флагманских смартфонов. Производство нового типа оперативной памяти Samsung планирует перенести в собственный кампус в Южной Корее. Уже в следующем году компания рассматривает возможность запуска производства модулей LPDDR5 объемом 16 ГБ. Дата релиза первых устройств с модулями памяти на 12 ГБ еще не объявлены. Ну вот в общем все. Только что я вам показал пару интересных новостей за прошлый месяц. Ну а с вами был Stoker. Не забывайте подписываться, комментировать, ставить лайки. Также заходите на мой лайв канал и в группу ВКонтакте Обои для смартфонов. Ну в общем все. С вами был Stoker. Всем пока. До следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok